Здравствуйте! Хотел бы начать цикл, курс лекций по шломбайпе, по строению семьи. Я не могу сказать, что я как бы являюсь большим специалистом в этом вопросе, так как есть люди, которые разбираются больше меня. Я не могу сказать, что я на практике тоже, потому что когда ты встречаешь семейную пару и занимаешься, так сказать, типулем, то, как говорится, бывают разные. При этом развод зачастую весьма хороший исход типуля, в отличие от того, как многие считают, что развод – это кишеломки, неудача метаппелля. Я не считаю, что развод – это неудача метаппелля. Но мы об этом поговорим в течение лекции. Я хочу и затронуть тему развода и всего, так сказать, все, что этого касается. А вот. Теперь, почему я все-таки да решил говорить на эту тему? Очень долго не хотел. Ну, я давал плюс-минус лекции, но в последнее время я не очень хотел разговаривать на эту тему. По той причине, что я в один прекрасный момент понял, что я не тот человек, который имею право на эту тему, так сказать, учить других. Вот. И поэтому я решил, что все-таки, хоть я и не такой большой специалист, но я считаю, что эти лекции необходимы. Я должен делиться теми знаниями, которые я имею. И мне кажется, что я обязан, как бы, эту тему поднять разговор. Итак, давайте, так сказать, перейдем от слова «удел» и начнем разбирать шломбайта. Как строится шломбайта вообще? В чем проблема шломбайта? Начнем даже так. Почему в наше время эта проблема стала столь актуальна? Почему этой проблемы не было в прошлых поколениях? По крайней мере, она так не стояла остро. Этот вопрос задаю не только я. Среди нееврейских авторов, да, не религиозных, да, этот вопрос задал в первую очередь... Как же его звали? Он написал книгу о том, как разговаривать в выступлениях. Корнеги вспомнил, да. О Корнеги, имя его не помню. Фамилия Корнеги. Ну, известная книжка о том, как заговорить. Его первая книга даже о выступлениях публичных, вторая, так сказать, правильная. И он там в конце книги, еще в 30-х годах, да, задает вопрос о том, что в США поднялся уровень разводов, да. И он тогда называл цифру 30%. Сегодня в США 70% разводов, то есть ров-мухлад, то есть подавляющее большинство. Чтобы вы поняли, что 70%. А Дэниел Корнеги, спасибо. Да, так, сегодня в США эту цифру уже где-то 70%, и все уже никто, никто уже никакой гвалт не подымает, никто уже, так сказать, не кричит, так сказать, проблемы. Это тоже интересно, да, это тоже нужно понять, что произошло с миром, да. Я думаю, да, есть то, что я думаю, и то, что я слышал. Я думаю, что это следствие... Я бы не хотел бороться с таким громким словом, как просвещение. Я не хотел бы разрушаться, да, разрушается, так сказать, основу общественность, институт семьи. Можно, так сказать, в этом деле обвинить и женскую эмансипацию. Да, мужчины это любят, так сказать, говорить, что вот во всем женщина виновата, да. Хотя, на самом деле, из моего опыта как раз обратно. Потому что женщины как раз те, кто стараются, как правило, в большинстве случаев женщины, те, кто обращаются, строят шломбаи, те, кто, так сказать, является инициаторами. Сохранение семьи. Вот, например, я, да, возьмите, я занимаюсь этим вопросом, моя жена. У моей жены нет, так сказать, свободного места. У нее забит график на месяц, да. Почему? Потому что она женщина, и к ней обращаются в основном женщины, ну, и тащат своих мужей. А я мужчина, женщины ко мне не особо обращаются, ну, понятной причине. Бывает, конечно, да. А вот, а мужчины особо не хотят, и поэтому я, как говорится, живу безработный. Да, ну, в смысле, я работаю, но не как психолог, как у другой специальности я занимаюсь шмирой. Неважно. Вот. Ну, просто я говорю к тому, что я не могу, например, да, не называю то, что я занимаюсь семейной терапией, работой, потому что это не работа, да. В денежном смысле это как мелкий приработок, да, так, плюс-минус, да, к основной работе, которую я работаю. А вот у жены это основная работа, да. И основная, так сказать, бюджет нашей семьи, так сказать, зарабатывает она, а не я, потому что она действительно получает хорошие деньги с этого. И к ней идут люди, и там толпами стоят в очереди, да, записываются за месяц, за два месяца вперед. А у меня очереди нет, к сожалению. И не только я в таком положении, да, может быть, конечно, да, есть разница между тем, как умеет работать моя жена и как умею делать, как это делаю я, да, все-таки, так сказать. Но дело не в этом, да. Огромное количество мужчин-психологов сидят без работы. Я имею в виду семейный терапевт. А почему? Потому что мужики этим не заинтересованы, к сожалению. Это тоже факт. Я просто рассказываю. А женщины-психологи забиты, хорошие, да, они забиты работы, потому что женщины идут на, семейную терапию, а мужчины не очень, да, их этот вопрос не интересует. А вот. Вернемся к нашему вопросу, да, почему же все-таки, так сказать, возник, почему он начался разрушаться институт семьи? Вот. Тут, может, несколько предположений. Мой учитель Шлитера, он обвиняет в Вторую мировую войну. В еврейском мире это, да, это факт. То есть, если мы говорим про еврейский мир, да, про Израиль, про еврейский мир, да, там это была, очевидно, Вторая мировая война, катастрофа, которая разрушила семьи, и люди, так сказать, потеряли то, что это самоссоры, потеряли вот эту связь, как правильно строить семьи. Это да, это однозначно, в этом плане он прав, и это не его мнение, он это получил от Гдойли, Макдалай, и это действительно так, да, сказать. До Второй мировой войны, да, еврейская семья была очень мощная, надежная, никаких разводов, никаких разногласий. Ну, понятное дело, что проблемы были, разногласия были, да, это глупо говорить, что в еврейской семье не было разногласий, как в любой другой семье, да. У всех семьях есть разногласия, все люди, ну, просто разногласия можно решать, да. А ссоры тоже можно решать, да, то есть, все это можно решать, да. Вопрос-то сказать, почему в те времена это не доходило до разводов, а в эти времена, да, доходило. Для примера я приведу высказанную историю одного из моих учителей, гретоязычной, да, Натаравы. И опять начнут проблемы с памятью. Вот, ну, не столь важно, я на себя вспомню, я скажу. Быкицар, он говорил, рассказывал следующее. Что он... Он много лет, ну, одно время у него был... Сейчас он психолог с третьей степенью, занимается вот именно воспитанием детей. У него целый ряд лекций, кассеты очень известные. Одно время он занимался преподаванием. Он был учителем в школе, так сказать, потом... Потом, потом, когда, значит, выучился, да, получил вторую степень по психологии, он работал как школьный психолог. И он рассказывал следующую вещь. Он рассказывал, что... Это даже было воспоминание не его, а, так сказать, даже, можно сказать, его детство, да. Он говорил, что... Он помнит, да, как пришел учитель в класс, да. История, которая гудела у них в школе. Пришел учитель в класс. Было где-то в 60-е годы в Израиле. Не бог весь знает когда. Да, даже не в 50-е, а в 60-е годы. И открыл Масехедгитин, трактат Гитин. Трактат Гитин, трактат Гитин, трактат о разводах. Теперь, ну, понятное дело, он должен был... Значит, дети, это были... Дети уже достаточно взрослые, 10-11 лет. То есть уже дети, которые проучили Мишнает, которые уже изучали Мишнает. Ну, это в Талмудторах, в религиозных школах, да. Кинуха ЦМАИ изучают Талмуд. Ну, кроме других дисциплин. Ну, это уже по-разному. В разных школах по-разному, да. Ну, даже в Амлахти, до тех, да, государственных религиозных школах тоже изучают Талмуд. Мужские школы. Потому что, понятно, что религиозные школы, они разделены. Женские и мужские, они разные. Нет совместного обучения, да. Вот. Ну, сейчас не будем в это входить. Почему-то РА это запрещает. Ну, отдельный вопрос. Вот. Так, мальчики изучают Талмуд. И где-то уже, начиная, ближе к Бармице, уже начинают изучать Талмуд. Ну, плюс-минус, да. Мишнает, так сказать, тоже Мишнает, тоже на Талмуде строил. Пекицер открыл трактат Гетин. Мишнает, по-моему, даже это были. Не, не саму Гемору. И он должен был объяснить детям, о чем вообще идет речь. О чем там будет речь. Что такое Гет? Гет это разводное письмо, которое получает женщина во время развода по еврейскому закону. И он начал объяснять, вот развод, да, из такого понятия развод. Дети, ну, смотрят круглыми глазами, как будто он говорит по-китайски, да, то есть вообще не понимает, о чем идет речь. Он так и сяк пытается объяснить, что вот, ну, ребята там, когда, представь себе, папа и мама поругались, хотят развестись. Они на него вообще смотрят, как на, не знаю, на марсианина, да, то есть, ну, о чем он говорит? Просто полное непонимание вообще ситуации. И Кицер, он крутился, крутился, кодица он придумал такую вот интересную уловку. Представьте себе, говорит он детям, да, что, значит, ваши папа и мама, ну, не ваши, а просто абстрактные папа и мама женились случайно, да, по ошибке. Интересно, да? Ошибочно вы женились. Ошибочно женились, теперь они должны развестись. Ну, такая странная ситуация, когда родители женились по ошибке, да, то дети это восприняли. К чему я рассказываю эту историю? Потому что дети в 11 лет, даже в 10 лет это было, да, в 10-летнем возрасте дети не знали, что такое развод. Я уверяю вас, если вы зайдете в любую школу, в любой стране, сегодня дети в 10 лет прекрасно знают, что такое развод. Я сам лично сделал эксперимент. Было интересно. Я давал урок в одной школе, на время учился, тоже хотел быть преподавателем, потом, не важно. Вот. Я давал урок, чтобы потом, значит, это... И я тоже давал уроки, задал этот вопрос в классе детям. Дети тоже где-то возраст 10-11 лет, так сказать, все уже прекрасно знают, что такое развод, да, уже проблем не было. То есть в 50-х годах, да, прошлого века, да, дети не знали, что такое развод. То есть не знали вообще. То есть не то, чтобы, сказать, не знали, в ихней семье это не было, а на улице не было. То есть в городе это не было. Было в Русалиме, в Бейтваган. Не такая же дорелигиозная школа, немножко знает Иерусалим. То есть там живут религиозные люди, но там очень много екимей, много людей, выходцев из Германии, которые работали. Очень много есть в Амлахтидатейской, Подсруго, да, вот, Датилюми. И все эти люди, то есть все эти дети в 50-х годах, несмотря на то, что их родители крутились в разных сферах там были. Люди, которые управляли банками, я знаю, так сказать, Че, который там сегодня, он глава банка Леуми. Ну, один из помощников там, другой там был, тоже очень большой. То есть люди, которые работали, да, на хороших должностях. То есть это не какие-то, так сказать, Хани-Йокем, не какие-то такие вот люди из Маши-Арема, которые, знаю, только сидят в синагоге, из Бэтмидра-Шаноса не покажут. Люди, которые работали, да, занимали серьезные должности в государстве, да. Никто здесь не знал, что такое развод. То есть понятие развод, может быть, знали там в Тель-Авиве, может, еще каких-то нерелигиозных городах. Но в Иерусалиме никто об этом не знал. И дети не знали, соответственно. То есть это было такая крайняя редкость, что дети про это вообще ничего не слышали. Это всего-навсего 50-е, 60-е годы, да. Вот. То есть мы видим, что вот этот перелом произошел совершенно недавно. Совершенно недавно. В еврейских семьях это совершенно недавно. В Америке, в Израиле, в Америке он начал происходить раньше. И, очевидно, так сказать, про Америку мне трудно судить. Я не знаю, что там было. Но вот про евреев, Европу, то есть, конечно же, катастрофа. И потеря вот этой связи поколения, так сказать, вот эта связь поколения между родителем и детям, да. Вот эта связь поколения, родители и дети, да, вот это разрушилась эта связь, да. Объективная причина у евреев, эта катастрофа, это когда куча детей пережили лагеря, пережили эти ужасы, катастрофы, остались без семьи, воспитывали в детских приютах. Просто дали эти годы катастрофы в жутком таком состоянии, да. Прошли все эти ужасы. Естественно, вот эта связь, она была разрушена. Но даже у неевреев, да, все равно, конечно же, Вторая мировая война тоже был этот самый Рубикон, вот этот самый переходный, переломный. Но и до того, то есть, проблемы, очевидно, начались раньше, да. Если о них пишет Даниил Карнеги, то, очевидно, они начались раньше. И причина их разрушения связь родителей-дети. То есть, родители-дети, да, вот эта связь взаимопонимания между поколениями, она была страшно разрушена. Это, конечно, это, конечно, нужно это понять, да, это сказать, да. Теперь, для чего это нам нужно? Ну, зная причину, можно как бы как-то ее лечить, да. То есть, строить отношения с детьми, насколько это возможно. И это непростая вещь, потому что, к сожалению, да, многие дети не идут путями родителей. И особенно это трагично, когда это происходит в религиозных семьях, потому что для детей, для родителей это очень большой удар, да. Потому что родители, которые, скажем, сделали шубу и начали соблюдать Тору, сами родились в нерелигиозных семьях, а потом их дети отходят от Тора, для них это очень непростое испытание. Я знаю, к сожалению, многие родители, которые тоже потеряли связь с своими детьми из-за того, что те ушли. Вот. Но также это происходит и обратно, да. Тоже происходит разрушение связи, когда дети делают шубу. И это все неправильно, да. И то, и другое неправильно. Не должна связь разрушаться в такой ситуации. И в той, и другой ситуации связь не должна разрушаться, да. То есть родители должны быть связаны с детьми, родители должны общаться с детьми, и это очень важно. Очень многие говорят личный пример. Вот, так сказать, если родители развелись, то и дети тоже разведутся. Ну, тут, конечно же, я не могу сказать, что тут эти люди неправы. Есть такая штука, личный пример, да. Понятное дело, что ребенок впитывает все из дома, и мы зачастую повторяем стандартные модели, которые мы видели у своих родителей и так далее, и так далее. Но это полуправда, скажу вам. Потому что, в конечном счете, у человека есть свобода выбора. Человек, может, выбирает, как ему себя вести, да. Кричать на своего ребенка или нет, да. Кричать на свою жену или нет. Как с ней разговаривать, да, и как вещать. Или наоборот. Женщина тоже выбирает, как она себя вести, как ей относиться к мужу, как относиться к детям. То есть, это не совсем правда, да, говорю, во всем обвинять родителей. Это получится, как в том фильме, да. У меня есть интересный фильм «Дом, который построил Стив». Там Леонов играет, играет одну из ролей короля. Он говорит, это все не от меня, это от моей бабушки. Это моя бабушка такая злая, да. Это мои, так сказать, родственники. Вот. То есть, конечно, очень легко, да, во всем обвинять своих предков, своих, так сказать, бабушек, дедушек, родителей. И да, я такой хороший, пушистый, все с меня взглядки взгладки. У меня одно дело, что это не разговор, да. Взрослый человек, человек ответственный, должен отвечать за свои поступки. И должен понимать, что то, как он себя ведет, это его личный выбор. Выбирает быть хорошим или выбирает быть плохим. Выбирает быть человеком, который следит за собой, как говорится, фильтрует базар, да. Не кричит, не это, так сказать, не... Или же человек, который, так сказать, спускает себя с поводов. Ну вот. Поэтому мой учитель, изоциалеров, Пшумшан Пинкус, говорил, что шлом баэт, это ответственность. Взаимная ответственность. Он вообще говорил, что корни построения шлом баэта, это ответственность. А храют, да, на иврите называется храют. Это взаимоответственность. Это люди, которые принимают на себя какие-то обязательства. А человек, который подписывает контракт в банке или делает соглашение, да. Это люди, которые, допустим, человек подписывает какое-то соглашение, какую-то сделку, да, какую-то... Он принимает на себя ответственность, да. Юридическую ответственность, моральную ответственность, да. То есть вот и так далее, и так далее. Люди, которые с адвокатским образованием, наверное, меня это больше поймут. И он, так он утверждал, он был абсолютно прав. действительно шломбает это первую очередь ответственность это первую очередь ты принимаешь на себя обязательства обязательства как вести себя дома как вести себя с детьми как вести себя с женой то же самое женщина принимает на себя обязательства как вести с мужем и то что там у нее так сказать что-то плохо на работе или там если у женщины там а не знаю месячный цикл пошел и так сказать и часто да женщина начинает ругаться с мужем когда пошли это мужчина это не знают, но женщины это знают и молчат, да, так что-то сказать. Вот, так это все, окей, это, понимаешь, я не знаю, что он там переживает, да, мне тяжело пойти, а мужчина, да, у меня нет таких гормональных сбоев, да, женщине это легче понять, вот, но все равно, так сказать, что бы то ни было, да, какие бы ни были обстоятельства, да, будь то месячная, будь то, не знаю, не дай бог, лео-лайну выкидыш, или там, у мужчины с работы выгнали, или там еще что-то, еще что-то, куча таких царот, да, это не причина ругаться с мужем, это не причина ругаться с женой, да, почему? Потому что мы, так сказать, взяли на себя ответственность, и мы, теперь, это все хорошо сказать, но тяжело сделать, каждый нас это все прекрасно понимает, это, собственно, это причина, почему я не хотел говорить, начинать этот курс лекции, потому что я не хотел выглядеть человеком, который говорит одно, делает другое, факт, так сказать, да, я не буду от вас скрывать, но, что сказать, это очень тяжело делать, да, я прекрасно понимаю, что бывают срывы, я прекрасно понимаю, что бывают срывы, да, но при всем при том, да, при всем при том мы должны понимать, хотя бы теоретически, у себя уяснить, и, по крайней мере, себя не оправдывать за то или иное поведение, знать, что мы, по крайней мере, ошиблись, и сделали неправильно, и поступили неверно. Теперь вторая вещь, вторая вещь очень важна, нужно строить любовь, да, очень такой миф распространенный, совершенно неправильный миф о том, что любовь, она спускается сверху, и так далее, и так далее, любовь строит, да, и совершенно неважно, по какой причине люди женятся, да, очень многие говорят, вот мы женились по ошибке, ошибок не бывает, нужно сваливать с больной головы на здоровую, да, ты выбрал, и она тебя выбрала, и каждого из вас, никто, так сказать, за язык не тянул, она могла сказать, я не хочу тебя, ты мог не делать ей предложение, коль ты сделал предложение, она согласилась, коль вы оба стояли под хупой, да, зарегистрировались, так сказать, зарегистрировались, так сказать, брак ваш, значит, вы сделали выбор, и вы должны, так сказать, принять, так сказать, все последствия этого выбора, да, это был ваш выбор от начала до конца, дальше вы должны строить, дальше вы должны строить вашу семью, вашу любовь, как строить, ну, в общем-то, вещи достаточно понятны, Хазуныш пишет, да, рибуй сиха в рицу, да, он говорит, так сказать, что мужчинам, говорит, обращается к мужчинам, говорит, что он должен строить, да, в авто это, в авто это написано, и будешь любить свою жену, которую взял, он говорит, хова, обязанность мужчины любить жену, он говорит так, что, что все время, пока они живут, жена проверяет, насколько она его любит, насколько он ее любит, насколько он ее любит, то есть она все время проверяет, и все время важно знать, насколько муж ее любит, да, она постоянно на него направлена в ее глаза, она все реально хочет знать, чувствовать, что ее любят в другом месте Нехазуна Шрафстайплер пишет страшные вещи женщина, которая чувствует, что ее не любят это для нее пикоахнефиш это для нее саканат пикоахнефиш, как это перевести по-русски ну опасность для жизни опасность для жизни, то есть опасность для жизни она не дай бог может сойти с ума это такие случаи бывали, да, женщины, которые чувствовали, что их не любят попадали в сумасшедший дом женщины, которых муж все время так сказать, третировал и все время капал на мозги, могли доходить до того, что кончали жизнь самоубийством да, просто потом лечились, у них были психические срывы почему? потому что это то, что пишет что для нее это понимаете, мужчина который чувствует, что его не любят, так он может уйти работать, он может спиться, он может стать наркоманом женщина это все, для нее это конец жизни да, просто зарезать без ножа да, это не я слова поймите, это не мои слова, я стану Раф Стайплера да, одного из величайших мудрецов нашего поколения да, вот сын сейчас Рабхаем Каневский он один из один из руководителей всего религиозного мира еврейского мира вот, не столь суть вот, так для женщины это необходимо для женщины это и дальше он говорит, пишет Раф Стайплер следующее, как построить любовь рибу сиху и рицу много разговаривать и показывать что ты ее любишь, да, он говорит про мужчин теперь женщина тоже естественно, да, но там, так сказать, про женщин немножко по-другому есть Рамбам, Рамбам который говорит, приводит обязанности мужчины и женщины да, это Аллахот и Шут Аллахот и Шут если не ошибаюсь 15 глава, но я посмотрю там 19 и 20 параграф да, закон 19 и 20 Рамбам говорит, что есть разница между есть разница между мужчиной и женщиной в ихних обязанностях вот есть, надо сказать то есть, мужчина, да про мужчину сказано говорится о том, что мужчина должен любить свою жену и давать ей уважение то есть, любить как самого себя и давать уважение больше, чем самого себя да вот про про женщину сказано что она должна давать ему уважение как какому-то цару то есть какому-то намного выше то есть, если мужчина дает больше то женщина должна то есть, это тут как бы Рамбам он показывает очень важную вещь что с одной стороны мужчина должен уважать свою жену больше давайте ей подарки это сказать да вот это уже говорит строить строить шломбайт но женщина к мужчине да должна показывать колоссальное уважение да и это как бы вот тут Рамбам как бы он показывает очень важную вещь да что основа вот построения да то есть, не смотря на то что митцва заповедь любить да и строить шломбайт лежит на мужчине так пишет по крайней мере хазуныш да но женщина должна обязана да для того чтобы построить шломбайт она должна максимально показывать мужу уважение это и в словах и в делах это в общем-то очень важно потому что действительно основная проблема когда люди доходят до развода да я уже сказал предыдущий так сказать это что развод это не всегда самый плохой выход сегодня к сожалению да то есть сегодня да так уже ситуация что развод это не не это не развод это весьма неплохой выход то есть так то что начались рябуй разводов это конечно вещь не очень хорошая да по самой сути но то что то сказать иногда когда семья доходит до какого-то так сказать точки невозврата скажем так то иногда им развестись весьма неплохо да то есть не всегда так сказать сохранить семью это самая большая ценность но это сегодня когда уже так сказать институт брака очень сильно разрушен и внешне и внутренне так так оно так сказать но мы говорим про идеальную ситуацию когда развод нужно стараться избегать еще раз есть теория есть практика в теории развода нужно избегать в практике это не всегда так в практике очень часто бывают случаи когда развод это наоборот данной паре нужно развестить и помочь развестись потому что потому что они дошли уже до точки невозврата когда уже ничего построить толком нельзя намного проще развестись и уже остаться друзьями и каждый пусть построит свою семью такое тоже то есть это до практики то что происходит поэтому такие вещи должны решать с раввином нужно смотреть что происходит с семьей то есть невозможно дать однозначно но если мы говорим про теорию про теоретическую семью семью которая действительно все хорошо и которым можно помочь чтобы они не развелись то да конечно в такой ситуации развод нужно постараться избежать теперь так еще раз вернемся к теоретической семье не к практической просто очень важно чтобы было понятно да так если мы говорим про теоретическую семью да что же то сказать там теоретической семье да в идеальной хорошей семье да мужчина да он дает он любит свою жену больше как самого себя то есть он любовь мы еще будем говорить про любовь любовь это то чувство которое вас объединяет это как я говорил это то что необходимо построить да это то что создается путем кропотливого строительства да любовь это то что строится да уважение да тоже об этом будем говорить но вкратце уважение это когда я вижу в другом хорошее качество я умею уважать за какие-то конкретные вещи да давать араху да ну и соответственно уважение это когда человеком говорят достойно да в первую очередь да то есть понятное дело когда я не дай бог кричу на человека или повышаю голос или оскорбляю это признаки неуважения это очевидно то есть в первую очередь уважение это нормально человеческие отношения это это нормальный разговор это нормальное да уважительно говоря даже в момент когда есть раздражение да как я уже говорил женщин так сказать бывают сильные периоды гормональных так сказать сброса во время месячных или после родов или там во время кормления и так далее или просто как у мужчины тоже там неприятности на работе и то и другое да у мужчин тоже свои так сказать да и понятное дело в этих ситуациях мы не очень с собой его совладаем и как я уже говорил да на предыдущей лекции даже как я говорю что все это построено на ответственности да то есть человек должен как бы понимать что он как бы обязан обязан себя вести таким образом да то есть не то что то есть когда человек понимает что он обязан как человек обязан прийти на работу хочется ему или не хочется он должен прийти на работу То есть он опоздает, его накажут или уволят. То же самое и здесь, да. Ты обязан разговаривать прилично, да. Ты приходишь на работу, ты не будешь кричать на подчиненных. Или там продавец не будет кричать на покупателей, да. Потому что это таки место, которое обязывает. То же самое и семья, место, которое обязывает себя вести таким и другим способом, да. И это вот, так сказать, это основная, так сказать, идея, да. Это, так сказать, это обязанность, ответственность. Вот, в этом плане. Понятно, что мы все подвержены настроению. Понятно, что у нас, так сказать, бывают срывы и так далее, и так далее. И все нам хочется быть, чтобы мы приходили домой и чувствовали себя свободно. Где можно свободно дышать, можно дать волю своим чувствам. Но это, к сожалению, не так. Потому что перед нами живой муж или живая жена. Дети, которые совершенно не должны всего этого видеть. И нужно, так сказать, да, уметь ставить границы в этом плане. Вот. И основа, да, так вот, это основа уважения. Основа уважения, да, это вот, так сказать, вот эти вот чувства. Теперь дальше, дальше. Следующий этап, да, следующий этап, это когда я уже вижу какие-то качества в человеке. Да, когда я понимаю, что передо мной не просто, так сказать, живой человек, которого нужно уважать, которого нельзя кричать там и так далее. Говорить ему, да, то, что на душе она болела. Хотя это стопроцентная правда, и он действительно то, другое третий, а на то и другое третье, да. Да, но это не уважение к человеку, говорить это в такой форме, да. То есть это АЛФБ. Но дальше я уже вижу в человеке какие-то конкретные хорошее качества, да. Что-то то, что его отличает, да, даёт больше. Это, так сказать, следующий этап уважения, да. Следующий этап, это он научится видеть хорошее качество в другом, да. Умение перечислить. Не проблемы в другом. Очень часто люди любят, да, муж, жена любят друг другу говорить, так сказать, что у него плохо, что у неё плохо. А он научится видеть конкретные качества. Жена, она прекрасно спитывает детей, она хорошо готовит, она то, она другое третье, да. Она, там, талантливая, умная, прекрасная, там, умеет зарабатывать деньги, да, и так далее, и так далее. Я знаю, там, ещё куча всяких хороших вещей, да. То есть, каждый может найти в своей жене много хороших вещей. И каждая жена может найти в своём мужа тоже очень много хороших вещей. Он, там, тоже зарабатывает деньги, он, там, заботливый отец, так сказать, да. Любящий, там, меткохом, там, уважает и так далее, и так далее, да. Мудренно изучает Тору. То есть, есть что найти хорошего. То есть вот эти хорошие качества, и на этом строится тоже уважение. Это следующая вещь. Теперь любовь это то, что вас связывает, то, что шукалы на иравы. Это то, что вас привязывает один к другому. Это то, что вас привязывает один к другому, делает вас нечто единым, нечто таким цельным. И превращает вас в единое целое. Тут есть разные виды, есть разные подходы. Фимораль это то, что объединяет по рамбам. Любовь это строится как между учеником и учителем. Один дает, другой получает. Можно и так сказать. То есть есть очень много вещей, которые... В любом случае, любовь это то, что вас объединяет. Уважение это кого-то, это почет. Уважение это уважение. Уважение, кого это наявить уважение, да? Это просто... То есть когда я умею уважительно говорить с другим, да? И увидите вам хорошие качества, скажем так, да? Два таких... И эти вещи они строят, да? На этом все построено. Потому что это основа основ, да? И это практически 90% всех проблем, которые возникают в семье. Либо это проблемы с уважением, либо это проблемы с любовью. Потому что когда эта и другая проблема решена, то не возникает ни конфликтов, и даже разногласия. Поймите, разногласия это не причина для конфликта. Мы видим в Торе, что у Авраама и Сары были разногласия, да? У каждого из них было свое мнение, да? У Ицкаку и Ривке было разногласия, да? Но это не было приводило к конфликтам, да? То есть как и прадцевало это не приводило к конфликтам. Просто каждый остался при своем мнении. Каждый говорил, что это, что это. Но они продолжали любить друг друга, продолжали уважать друг друга, да? То есть это не причина, да? Поэтому просто нужно, так сказать, понять, что есть человек, другой человек с другим мнением, с другим подходом, с другим взглядом. И это не причина для ссоры, это не причина для разногласия. Это причина для взаимопонимания, для того, чтобы понять мнение другого. увидеть другую точку зрения, стать на место другого человека, мужа или жены в данном случае, конкретно, и увидеть, что он тоже прав. Вот это очень важно. И эти все вещи они должны приведить к конфликтам. Поэтому еще раз повторяю, да, Тора Талмуд, да, говорит, что Сломбай строится на любви и взаимоуважении. Любви и взаимоуважении. Окей, давайте сегодня сделаем остановочку, да, и если у вас будут вопросы, пишите в контакты в мою группу в Ацебе, в комментариях, да, можете мне звонить на телефон, кто в Израиле, через Ватсеб, да, можно звонить, я напишу, так сказать, в комментариях, да, свой телефон. Вот, пишите, звоните, и уже на основе ваших ваших вопросов будем строить следующий урок. То есть, это намного проще строить урок, если есть конкретные вопросы, конкретные замечания, или просто, так сказать, какие-то мысли по этому поводу. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok